Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Китайская компания Pimax представила на своей трансляции Pimax Frontier свое самое необычное устройство под названием Pimax Portal. По словам представителя компании, Portal – это портал в метавселенную и первая система развлечений в метавселенной. Portal – это портативная консоль с 5-дюймовым QLED HDR 4K 144 Гц дисплеем с двумя съемными контроллерами, которые имеют до 32 виртуальных кнопок и которые могут отслеживаться четырьмя камерами главного устройства. Главной модуль работает на чипе Snapdragon XR2 и операционной системе на базе Android, позволяя запускать мобильные игры. При этом консоль может отслеживать себя в пространстве и предлагать дополненную реальность. Экран устройства можно увеличить, вставив портал и контроллеры в корпус большего размера – Portal XL с 8-дюймовым 2К дисплеем. К нему можно будет подключать и дополнительные модули – аккумулятор, модуль 5G или модуль 60 ГГц. Головное устройство можно превратить и в VR-шлем, сняв с него контроллеры и поставив в коробку Portal View, напоминающую VR-гарнитуру Google Daydream и имеющую иммерсивный угол обзора в 100 градусов. Линзы гарнитуры можно заменить на версию с углом обзора в 60 градусов, чтобы иметь более чёткую картинку в 40 точек на градус. Если вы хотите больший угол обзора, то это тоже не проблема. Будет версия коробки Portal Horizon с углом обзора в 140 градусов. Более того, у коробки будет вариация для метавселенной Portal Social Edition с отслеживанием глаз и рта. Контроллеры шлема будут использовать контроллеры консоли, вставляющиеся в пластиковые корпуса контроллеров. Более того, вы сможете вставить контроллер не только в VR-контроллер, но и в пистолет, автомат или теннисную ракетку. Но и это ещё не всё. Консоль сможет работать в связке с ПК как по HDMI-кабелю, так и по радиоканалу 60 ГГц, благодаря приёма передатчику, втыкающемуся в Portal. А если у вас нет компьютера, то Pimax смогут продать вам две версии – Mini Stations AMD 6800U и встроенным 60 ГГц модулем, или Power Stations RTX видеокарты от Nvidia. Portal сможет работать и как домашняя консоль. Благодаря приставке Pimax Dock, консоль сможет стоять у телевизора и отслеживать в пространстве как положение сразу шести контроллеров, так и положение людей, позволяя играть в фитнес-игры. А для просмотра кино Pimax Portal будет иметь интеграцию с Netflix, Hulu и другими сервисами. Pimax также решили повторить успех Pimax 8K, поэтому они решили открыть компанию по сбору средств на Kickstarter, который откроется 17 ноября. Наконец, были названы цены. Базовая версия Pimax Portal 128 ГБ без QLED HDR будет стоить всего 300 долларов. 256 ГБ версия будет стоить 400, а версия с QLED HDR дисплеем будет стоить 550 долларов. Portal View без QLED будет стоить 450 долларов, а с QLED – 600 долларов. В Мета произошли первые в истории компании сокращения. Работу потеряли более 11 тысяч человек, что примерно 13% сотрудников. По словам Марка Цугерберга, компания постарается оптимизировать работу и увеличить эффективность. Подобные сокращения, к сожалению, не редкость в эти дни. Корпорации Microsoft, Google, Disney и компания Snap тоже сообщили о значительных сокращениях сотрудников. Китайский производитель чипов Mediatek представил на конференции Mediatek Summit свой новый флагманский чип Mediatek Dimensity 9200 с поддержкой Wi-Fi 7, поддержкой трассировкой лучей и 5K дисплеев. Компания также рассказала о своём партнёрстве с японским техногигантом Sony. Новый VR-шлем и контроллеры PSVR 2 будут использовать микроконтроллеры и систему на чипе, разработанные специально для Sony. Благодаря им новый шлем имеет низкие задержки и высокую производительность. Уже через несколько дней, 15 ноября, свою конференцию проведёт конкурент Mediatek, корпорация Qualcomm. Ожидается, что на ней будет представлена новая система на чипе VR-чип Snapdragon XR2 Plus Gen 2, а также VR-гарнитуры, которые его будут использовать. Пользователь Twitter ShinyQuackSire, получивший шлем Quest Pro, сделал неожиданное открытие. Сенсор давления на контроллерах в Quest Pro Touch на самом деле является тач-панелью, которая может передавать точное положение прикосновения пальца. Не совсем ясно, почему Мета решила использовать лишь сенсор давления этой тач-панели. Блогер Moors Law is Dead, специализирующийся на анализе будущего ПК-оборудования, опубликовал слив, которым с ним поделились 6 месяцев назад. Цена производства шлемов Quest 2 и Quest 3. Согласно нему, цена производства Quest 2 на начало 2022 года с учётом затрат на труд сборщиков, бухгалтерию и прибыль по 17 долларов с каждого девайса составляла 286 долларов. Оценочная стоимость производства шлема следующего поколения, Quest 3, ожидалась в промежутке между 360 и 500 долларами, с учётом использования разных подставщиков и использования компонентов более или менее высокого качества. Источники также сообщили стоимость производства Quest Pro, она находится между 600 и 900 долларов, так что гарнитура и не предназначалась для геймеров. Рыночная цена Quest 3, согласно источнику, планируется между 400 и 600 долларами, в зависимости от состояния рынка. Китайская компания Huawei представила на Всемирной конференции виртуальной реальности свои новые умные очки для просмотра фильмов Huawei Vision Glass. Новые очки имеют микродисплей разрешением 1920х1080 и яркостью 480 нит, которые позволяют видеть перед собой 120-дюймовый монитор с плотностью пикселей 53 точки на градус. Очки имеют регулировку диоптрии от 0 до минус 5 и встроенной динамики. Трекингов в пространстве, судя по всему, нет, это устройство исключительно для просмотра фильмов. Предзаказы в Китае откроются 14 ноября, а полноценные продажи начнутся в декабре. Цена пока неизвестна. Некоторые пользователи Quest Pro заметили, что стриминг картинки с ПК по беспроводу на этом шлеме уступает стримингу на Quest 2. Согласно разработчику Virtual Desktop Гаю Годину, это связано с DFS-каналами, и сейчас проблема решается отключением DFS в настройках роутера. Разработчики из Мета сообщили, что знают о проблеме и надеются решить её в ближайших обновлениях. Мета тестирует стриминг монитора с вашего ПК или МАК в домашнее окружение Quest. Функция будет работать подобно тому, как можно стримить монитор в Horizon Workrooms. Но теперь вам не потребуется скачивать или запускать отдельное приложение. Функция будет работать вместе с MR-режимом, чтобы вы могли видеть своё окружение, мышь и клавиатуру. Шестого ноября 2022 года во вселенной аниме САО состоялся релиз Nevergear игры Sword Art Online, в которой были заперты насмерть около 10 тысяч человек. Несмотря на то, что многие люди ждали повторения этого сценария или хотя бы выхода VR-гарнитуры полного погружения, ожидания не сбылись. Тем не менее, основатель компании Oculus Palmer Lucky, являющийся большим фанатом САО, решил отметить это событие, частично повторив гарнитуру Nervegear. Он не повторил основную идею устройства с полным погружением в виртуальной миры, но зато он повторил часть, убивающую человека в реальном мире при смерти в виртуальности. Для этого он взял гарнитуру MetaQuest Pro, три взрыв-пакета и фотодатчик, реагирующий на определённое мигание дисплеев шлема. Если экран начнёт так мигать после смерти игрока, произойдёт взрыв. Palmer добавил, что устройству ещё не хватает защиты от снятия гарнитуры, как было в аниме, а также защиты от ложных срабатываний. Поэтому он не стал тестировать устройство на себе и оставил его как предмет искусства для офиса. Компания Netflix и игровая студия Tender Clause, создатели Virtual Virtual Reality и The Under Presents, анонсировали VR-игру Stranger Things VR в жанрах экшена и психологического хоррора. Вам придётся ощутить себя в теле Векны, изучающим неизвестные реальности и создающим план возмездия 11 и Хокинсу. Игра выйдет в конце 2023 года на главные VR-платформы. Для Beat Saber вышел музыкальный пак The Weeknd. Пак состоит из 10 песен, среди них хиты Blinding Lines, Starboy и Take My Breath. Как и предыдущие музыкальные паки, песни получили своё окружение и визуальные эффекты ослепляющего неонового города. Каждая песня стоит 2 доллара, а полный пак стоит 13 долларов. Обновление доступно уже сейчас. Студия Vertical Robot сообщила о скором выходе игры Red Matter 2 на шлем Пика 4. Благодаря улучшенному чипу в шлеме и экранам лучшего разрешения, компания сообщает, что картинка в игре будет выглядеть на шлеме Пика ещё лучше. Релиз Hellsweeper VR от разработчиков Сайрента был перенесён на следующий год. Об этом студия Mixed Reel сообщила в Твиттере. Задержка, связанная с желанием команды закончить игру такой, какой она им видится. Vertigo Games анонсировали релиз Maskmaker VR на шлемах Quest 2. Новая игра от создателей Fisherman's Tale выйдет на шлеме Quest 2 уже 15 декабря. В стиме и Quest Story вышла игра Among Us VR. VR-версия популярной социальной игры про поиски предателей в своих рядах. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula AQ. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, что вы думаете о новом планшета-шлеме Pimax Portal. Увидимся в виртуальной реальности. Продолжение следует...